Это программа «Здесь и сейчас» в студии Екатерина Старикова. Здравствуйте! С начала купального сезона во Владимирской области, к сожалению, уже есть трагические случаи на воде. 13 человек утонули, четверо из них дети. По статистике, чаще всего происшествия происходили в местах, не оборудованных для купания. А часть случаев произошли там, где даже нет так называемых «диких пляжей». О безопасности на воде, а также о том, как избежать лесных и ландшафтных пожаров, говорим здесь и сейчас. Сегодня в нашей студии заместитель начальника главного управления МЧС России по Владимирской области Юрий Арбузов. Юрий Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. Нашим зрителям я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос или высказать ваше мнение можно по телефону 324322, код города 4922. Юрий Александрович, можно сказать, что во Владимирской области установилась жаркая погода, за исключением, наверное, только сегодняшнего вечера, сейчас за окном ливень. И эта погода увеличивает риски природных пожаров, когда стоит жара. Какая сейчас в области обстановка, какая статистика, и меньше ли стало, или больше стало природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года? Ну, в связи с устойчивой жаркой погодой у нас имеется несколько классов пожарной опасности от 5 до 5. То есть, пятый класс пожарной опасности у нас самый высший, когда создается угроза выясновения ландшафтных и лесных пожаров. Пятый класс у нас установился в Сузовском, Визняковском, Камешковском районах и городе Ковров. Второй класс пожарной опасности, где у нас осадки прошли, буквально вчера выходные, установился в Александровском, Кирижайшем, Кольчугинском и Юрьевпольских районах. Тем самым, в остальных территориях субъекта у нас, в других районах, четвертый класс пожарной опасности, это тоже великорискознание пожаров. Что касается лесных пожаров, у нас на территории Владимирской области на сегодняшний день произошло 40 пожаров лесных, общей площадью 24 гектара. Если по сравнению с прошлым годом сравнить, у нас идет уменьшение на 18% по количеству. И что касается ландшафтных пожаров, у нас на территории области произошло 186 ландшафтных пожаров, извиняюсь, на общей площади 141 гектар. Здесь хочется отметить, что 107 пожаров это произошло в населенных пунктах ландшафтных, и остальные 79 вне населенных пунктов. Разные причины возникновения пожаров происходят в основном от действий человека. То есть, все-таки человеческий фактор виной возникновения пожара. В регионе установлен особый противопожарный режим. Я предлагаю поговорить о том, какие он накладывает ограничения после того, как посмотрим наш небольшой видеоматериал. От сбора грибов и ягод придется воздержаться. Во Владимирской области сейчас действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, сжигать мусор и использовать огонь на природе, в том числе для приготовления пищи. По последним данным, в Ковровском, Суздальском, Везняковском и Камешковском районах установили самый высокий пятый класс пожарной опасности. На остальной территории области действует четвертый. Даже один окурок может стать причиной непоправимой беды. Наблюдение за пожарной обстановкой осуществляется у нас четырьмя способами. Это с помощью системы дистанционного мониторинга СДМ Рослесхоз, авиационное патрулирование земель лесного фонда силами авиабазы. Сюда у нас Ан-2 летают в зависимости от класса пожарной опасности. Также наземное патрулирование мобильными группами. И с помощью системы видеонаблюдения лесоохранитель. Данная система видеонаблюдения в этом году модернизирована. За счет областных средств увеличено количество камер с 30 до 50. Нарушение правил пожарной безопасности во время особого противопожарного режима карается штрафами. На граждан до 50 тысяч рублей, на должностных лиц до 90, а на юридических до 1 миллиона рублей. В этом году и как и в предыдущие годы у нас основной причиной пожара в 95% случаев это человеческий фактор, это поджоги и неосторожное обращение с огнем. На землях лесного фонда и на землях иных категорий были переходы земель сельхозназначения на землю лесного фонда. Поэтому штрафы увеличены. И хотелось бы обратить внимание граждан на соблюдение мер пожарной безопасности в лесах. Юрий Александрович, давайте напомним нашим телезрителям, что такое особый противопожарный режим и на что накладываются ограничения. Особый противопожарный режим у нас ввелся на территории субъекта в соответствии с постановлением губернатором Владимирской области за номером 443 от 30.06. То есть 30 июня текущего года у нас на территории введен особый противопожарный режим. В рамках особого противопожарного режима запрещается разведение кострового сжигания, мусора, приготовление пищи на открытом огне, проведение каких-либо огневых работ. То есть все запреты связаны с тем, чтобы не допустить распространения от открытого огня источника возникновения пожаров, как ландшафтных, так и лесных. А какую работу проводят непосредственно сотрудники МЧС по выявлению нарушителей противопожарного режима? И мы уже слышали, да, что имеется ответственность, штрафы предусмотрены. Я знаю, что с этого года сумма штрафов сильно увеличена. Штрафы увеличены, да. Сотрудниками надзорной деятельности у нас по каждому факту возгорания проводится проверка. По каждому возгоранию ландшафтных пожаров возбуждается административное расследование по установлению собственников земельного участка, который допустил зарастание травменной растительности, которая горит. И, естественно, здесь создаются административные ответственности, если не создались тяжкие последствия. Что касается штрафных санкций, да, с 8 июня с текущего года у нас возросли штрафы. Если взять в рамках особо противопожарного режима, здесь, естественно, для граждан стало существенно. Раньше было до 4000 рублей штраф гражданина за нарушение требований пожарной безопасности в рамках особо противопожарного режима. Сейчас же гражданин идет от 10 до 20 тысяч рублей. Естественно, здесь прошу обратить внимание, граждан, что здесь цель не наказать человека, а просто не допустить возгорания. И гражданинам не стоит нарушать требования особо противопожарного режима. Так как здесь не только административная ответственность может возникнуть, но и возникнет уголовная ответственность, где предусмотрено уголовной ответственностью и лишение свободы. На определенный срок, в зависимости, какой суд установит. То есть вплоть до уголовной ответственности. Контроль за пожароопасной обстановкой ведется многими способами. В лесах с помощью средств космического мониторинга, авиационного мониторинга, силами авиалезоохраны. И работает даже комплекс видеокамер. Вот все эти способы, методы, это современная техника, они помогают предотвратить пожары? Или они уже по факту показывают, фиксируют пожар? Да, конечно, данные методы улучшают время реагирования подразделений для тушения пожаров, как лошадных, так и лесных. И если взять те случаи возгорания лесных пожаров в 2010 году, когда жаркая погода устойчива была, в текущем году у нас намного совершенствовательнее это все стало. Тут и видеокамеры, то есть если происходит какое-то сгорание, на видеокамере, естественно, туда направляется оперативная группа для уточнения, что там произошло. И после отработки оперативной группы выясняется, что там горит, и направляются силы и средства, если это подвержается, как пожаров. Также работа и космического мониторинга происходит. Там со спутника выявляются также очаги возгорания, то есть пламя, и тоже выезжает оперативная группа и устанавливает, что там произошло. Бывают и техногенные пожары. То есть по термическим точкам, так называемые, уже было обнаружено 98 термических точек на территории у нас Владимирской области с начала сезона 2022 года. И тем самым и 18 у нас и техногенов пожаров выявлялись, термические точки и горения сухой травянистой растительности, и лесные пожары. Здесь также работа оперативных групп по выявлению фактов возгорания. Но и межсветственные оперативные группы также у нас на территории субъекта. Работает это и органы местного управления, надзорные деятельности, государственного пожарного надзора, органы полиции, государственной инспекции, технического надзора и земельного надзора, где выявляются факты нарушения травяния пожарной безопасности в рамках особо противопожарного режима. При выявлении сжигания мусора, либо содержания территории, где заросло сухой травянистой растительности, составляется административный протокол на собственников и лиц, допустивших нарушение травяния пожарной безопасности. — Из года в год сотрудники МЧС выходят в рейды, и из года в год все равно дачники не слушаются, не прислушиваются, и бывают пожары. Вообще профилактическая работа в отношении пожаров эффективна? — Да, конечно, это эффективная профилактическая работа. Мы по запретам особого противопожарного режима размещаем информацию в интернет-порталах, на сайтах главного управления, на сайтах муниципальных образований, в других либо в контактах, в инстаграмах, в одноклассниках, чтобы людям довести информацию о тех запретах, которые имеются. — В то же время не все пользуются этими средствами массовой информации, и граждане, которые приезжают с доводческими коммерческими товарищами, в рамках особого противопожарного режима у нас идет углубление именно на граждан, которые приезжают из других регионов, и которые не знают о действиях тех запретов, которые у нас имеются, и доводятся данной информацией. — То есть выявляются факты какие-либо нарушения, либо просто раздаются памятки листовки, и размещается информация на досках информационных с доводческими коммерческими товарищами. — Еще один риск жары — это происшествие на воде. К сожалению, с начала лета уже были трагические случаи. Расскажите о той статистике, которую вы обладаете на сегодняшний день. Много ли погибших, утонувших? — Да, у нас в 2022 году на водных объектах, к сожалению, погибло 15 человек, из них четверо детей. Если взять купальный сезон 2022 года, который начался с 1 июня и будет продолжаться до 31 августа, на сегодняшний день уже погибло 13 человек при купальном сезоне, из них также четверо детей. — Все места были несанкционированы, места запрещенные для купания. Если взять статистику прошлого года, то в закупальный сезон у нас идет снижение на 41% по погибшим на водных объектах и на 20% снижение идет по гибели детей на воде. — Основными причинами является состояние алкогольного опьянения взрослых, порядка более 80% гибели. И детская гибель — это без присмотра родителей. То есть, когда дети купаются одни и, к сожалению, либо не умеют плавать, либо не думают о том, что может произойти. — Сколько во Владимирской области всего мест разрешенных для купания и так называемых несанкционированных пляжей? Какова сейчас статистика? Где купаются жители региона? — У нас на территории Владимирской области имеется 41 место. Это официальные пляжи, где имеются спасательные посты, где пляжи оборудованы в соответствии с требованиями, со всеми. — Естественно, где пробы воды брались и на чистоту данного водоема, того же песка. Но если взять статистику по выявленным местам отдыха массовых людей, более 50 человек, то у нас на территории области таких 54 места выявлено. — Там также органы медицинские управления обеспечивают размещение спасательных постов в местах несанкционированных для того, чтобы при возможности и при необходимости помочь людям в случае какой-либо возможной трагедии предотвратить. — Если бы было увеличено число официальных пляжей, как Вы думаете, удалось бы избежать некоторых трагедий? — Да, конечно, удалось бы здесь, потому что при оборудовании пляжев там идут критерии оборудования пляжев. Это и буйки, за которые нельзя заплывать, и дно обследуется на официальных пляжах, чтобы дно было чистое, никаких там бревен не было, когда человек может нырнуть и удариться обо что-то. Поэтому здесь это намного лучше и более пристальное внимание для пляжей со стороны органов медицинского управления. — Трагедии происходят не только на диких пляжах, но и в технических водоемах, так называемых. Расскажите, в чем здесь опасность? Уже тоже было несколько случаев с начала купального сезона. — Что касается места технических водоемов, здесь, естественно, опасность в том, что они не предназначены совсем для купания людей. Это техническая вода для того же тушения, восстановления пожаров, либо каких-либо затопленных мест, например, для обванения торфяников. То есть здесь купаться нельзя, и место вообще никак не храняется, и в том плане для обеспечения безопасности людей в данных местах. И там и знаки на запретах купания тоже висят, и тоже технические водоемы знаки висят. Но люди, несмотря на это, особенно дети, пытаются зайти на такие сооружения технические, чтобы купаться. — На опасную территорию. Кроме алкогольного опьянения, один из факторов риска — еще и плохое самочувствие. Верно, что не стоит идти купаться, если прихватило сердце, или кружится голова, или какое-то общее недомогание, слабость? — Конечно, в зависимости от состояния человека, от организма, могут пойти те последствия, которые произойдут на водном объекте. Если взять состояние человека, то же алкогольное опьянение, здесь, может, и человек себя бодро и хорошо чувствует, но в то же время от той же жары, укунувшись в воду, резко нырнув с берега, например, естественно, риск изменения температуры, и здесь возможна и остановка сердца, были такие случаи, и сбой сердца, где человеку плохо становится, и, естественно, имеются такие последствия, как гибель на воде. Ни в коем случае, если себя чувствуешь плохо, если что-то не так, голова кружится, и, особенно в алкогольном пиении, нельзя купаться на водном объекте, независимо, есть там пляж, нет там пляжа. Ну, нельзя допускать этого. — Здесь я предлагаю ненадолго прерваться, посмотреть еще один наш видеоматериал по теме разговора, а затем продолжить беседу. — Спасатели насчитали 95 мест пребывания граждан у воды. Из них только 41 — это официальные пляжи. На остальных МЧС требует от чиновников организовать мобильные посты, а если это невозможно, поставить таблички, что купаться запрещено, и штрафовать нарушителей. С приходом жары люди тянутся к водоемам и не всегда выбирают места, оборудованные для купания. — Несмотря на открытие пляжей, основной проблемой остается их недостаточное количество на территории большинства муниципальных районных областей. Все случаи утопления зарегистрированы в стихийных местах, где отсутствуют касательные посты, подразделения геймс, не проведены обследования дна и береговой линии. Сотрудники МЧС просят жителей внимательнее следить за детьми, научить их основным правилам поведения на воде. Важно помнить, что во время купания нельзя толкать друг друга, дергать за руки и ноги, устраивать соревнования на дальность заплыва, а также приближаться к моторным лодкам и катерам. Купаться нужно только в разрешенных местах. Взрослым лучше не приносить на пляж алкоголь. — Статистика показывает, что практически всегда взрослые гибнут при купании в необорудованных местах и состоянии алкогольного опьянения. Дети гибнут из-за недосмотра со стороны родителей. Главное управление МЧС России по Владимирской области обращается к родителям и законным представителям с призывом контролировать нахождение детей. Запрещается оставлять детей без присмотра у воды. — Когда выезжают надзорные органы на пляже, тоже проводят профилактические рейды, некоторые хитрят и говорят, посетители пляжа, говорят, что они здесь не купаются, а загорают. Загорать на самом деле можно на несанкционированных пляжах? — Загорать можно где угодно. Здесь не создается угроза на водном объекте. Но если непосредственно рядом со водоемом, например, там загорать и ноги спустить в водоем, например, сидя на береге, здесь тоже может произойти и обвал того же края берега, куда человек может и упасть. И, естественно, могут последствия быть. А так загорать можно. — Сотрудники МЧС проводят рейды по диким пляжам ежегодно, каждое лето. Это межведомственные проверки. То есть не только сотрудники МЧС выезжают, но еще и сотрудники ГИМС, представители органов местного самоуправления. Верно? Какие пляжи охвачены? Все ли удается охватить? — Здесь разрабатывается план профилактических мероприятий еженедельно и на выходные дни. В первую очередь профилактика является для органов местного самоуправления. И в это профилактические мероприятия включаются сотрудники МЧС, ГИМС и органы полиции в том числе. При выявлении фактов купания на несанкционерных местах, где имеются знаки, запрещающие купание, естественно, здесь составляется административный протокол. У нас штрафы за несанкционерное купание от 800 рублей до 4000 рублей для граждан. Естественно, на территории Владимирской области у нас работают межведомственные оперативные группы в каждом муниципальном образовании. И выявляются такие факты и составляются административные протоколы. — 4000 — это еще приличная сумма. А вот почему варьируется от 800 до 4000? Как понять, кто получит больший штраф? — Это в зависимости от тех нарушений, которые имеются. Это, может быть, и впервые человек нарушил, и здесь минимальный штраф может. Ну, то есть, в зависимости от того деяния, которое совершил гражданин в своей административной простопок, если повторные нарушения имеются, здесь, естественно, максимальный штраф выписан до 4000 рублей. Есть люди, которые просто отказываются слушать те рекомендации, которые необходимо выполнять, чтобы не случилась какой-либо беды. Здесь, естественно, тоже в зависимости от ситуации. — Ну, это да, это справедливо, что есть такая градация. Ну, и потерять деньги, наверное, не так страшно, как потерять собственную жизнь. — Да. — Если купаться там, где не положено, и не соблюдать меры безопасности. К сожалению, тонут и дети. Также с начала купального сезона есть случаи, когда утонули несовершеннолетние. Трагедия происходит в том числе и по той причине, что они просто не умеют плавать. Это большой просто проблемный пласт детей плавать. По сути, никто не учит, кроме родителей. В школах уроки физкультуры, они проходят, конечно, номинально, но их недостаточно. Не во всех школах есть бассейны. То есть, получается, что либо родители учат, либо с частным инструктором занятия за деньги. Как-то можно вообще эту ситуацию перевернуть, на ваш взгляд? — Здесь перевернуть можно, если обращать больше на это внимание. И в школах, где имеются бассейны, больше проводить занятия с детьми по обучению плавания детей, чтобы умели плавать. Естественно, умение плавать — это первый факт у утонувших детей на водных объектах. Ну и второй, и тоже немаловажный факт — это купание детей, даже если умеют плавать, купание детей без присмотра на водоемах. Здесь ребенок-то может и умеет плавать, но происходит трагедия. Все может случиться. Вот один из случаев произошел в Судоке, на реке, одноименный Судок, да, она называется. Там как раз девочка была под присмотром мамы, 12-летняя девочка, и просто, видимо, что-то случилось с ней в водоеме. Она начала тонуть. Благо, шел мимо Станислав Гришин, я думаю, что вы тоже наслышаны о нем, и вытащил девчонку, которая уже фактически не дышала, провел реанимационные действия, оказал первую помощь, и даже скорая не понадобилась, не приезжала. Как-то будете поощрять вот таких героев? Это не единственный случай. Этим летом вот еще одна девушка спасла мальчика, 4-летнего, который тоже нырнул и нахлебался воды. Да, конечно, данным гражданам, которые не остались в стороне и которые увидели беду на водном объекте, приняли по спасению людей, мы очень благодарны данным людям, и, естественно, при возможности или при каком-то празднике мы будем поощрять данных граждан какими-либо возможными от нас поощрениями. Ну, теперь все-таки предлагаю в конце эфира поговорить нам с вами и о приятных вещах. 18 июля исполняется 95 лет Государственному пожарному надзору МЧС России, 95, это почти век. Расскажите немного об истории создания и о современном состоянии Госпошнадзора. Ну, в истории создания 18 июля 1927 года было вынесено первое положение Госпожарного надзора, где были прописаны функции Госпожарного надзора, это профилактика техногенных пожаров и те функции по выявлению фактов нарушения требования пожарной безопасности. То есть, в основную часть была профилактика. Постепенно Госпожарный надзор развивается, с каждым днем, естественно, здесь включаются и надзорные органы, является выявление фактов нарушения требования пожарной безопасности объектов, идет учет, создаются реестры всех объектов и ведется учет объектов. И проводятся плановые проверки объектов и не плановые по выявлению нарушения требования пожарной безопасности. И есть, естественно, санкции по Кодексу административных правонарушений за невыполнение требований. Но, что касается пожаров, у нас наибольшее количество пожаров происходит 94%, это в жилом сетре. Естественно, здесь Госпожарный надзор также обращается внимание на профилактику органов местоправлениями в местах проживания граждан. Также создается и угроза в многоквартирных жилых домах, где тоже люди проживают, и в высотных домах. Там, естественно, тоже имеются свои требования и пожарная сигнализация на квартирных жилых домах, автономные пожарные извещатели по новым требованиям пожарной безопасности, и внутреннего противопожарного снабжения, и систему до удаления. Это все для безопасности людей делается. Естественно, государственным пожарным надзором отчисляются проверки данных объектов, выявляются факты нарушений, если где-то, и выдается предписание собственнику объекта, либо эксплуатирующему, либо арендатору, для устранения выявлений нарушений. Цель государственного пожарного надзора – это профилактика техногенных пожаров, снижение гибели людей на пожарах, травмирование на них и само количество пожаров, и, естественно, выявление фактов нарушений, недопущение нарушений тренирования пожарной безопасности. Сколько сотрудников Госпознадзора сейчас служит в нашей области? У нас в области, если взять по штату, у нас имеется 124 должности государственного пожарного надзора, государственного инспектора. На сегодняшний день укомплектованность у нас по 110 должностям, и 14 у нас пока вакантные. Естественно, при подборке кандидатов на должности пристальное внимание обращается на, какое учебное заведение заканчивал сотрудник, как он учился, какие навыки и опыт имеет для выполнения функций государственного пожарного надзора. И, естественно, при поступлении на службу большое внимание уделяется данным сотрудникам, которые вновь поступили на службу, по правильным действиям и по правильному выполнению требований федерального законодательства по приезду к члену государственного пожарного надзора. То есть у вас при отборе строгие достаточно критерии? Не каждого берете? Нет. Это хорошо. А вот как вы считаете, от этого количества достаточно или хотелось бы еще больше таких спецов? Ну, данное количество уже было предусмотрено по тем рискам, которые имеются в субъекте. Но, естественно, чем больше сотрудник государственного пожарного надзора будет, тем легче будет обеспечить работу технадзорных органов, ну, то есть государственного пожарного надзора, по явлению фактов нарушения тренировой пожарной безопасности на объектах. Тем больше инспекторов, тем больше проверок. Тем больше возможности контроля по нарушениям, ну, и также по проведению профилактических мероприятий в жилом сетре. Также сотрудники государственного пожарного надзора участвуют, естественно, рассказывают жителям жилого сетра, что необходимо выполнять, какие требования пожарных запасов, какие имеются запреты, введенные в рамках особы против пожарного режима. Когда особо противопожарного режима нет, какие-то ремнии пожарных запасов необходимо выполнять, потому что разжигание костров, разжигание мусоров, расстояния, какие необходимо соблюдать, чтобы предотвратить выяснение пожаров. То есть все людям разъясняется. В заключении давайте затронем и тематику пожаров в жилье. Это тоже всегда очень актуально и всегда очень страшно, если такое происходит. Какова статистика на сегодня? На сегодняшний день у нас в текущем году в жилье произошло 712 пожаров, зарегистрировано, то есть сооружения жилые. Если взять по прошлому году аналогичному, у нас идет уменьшение на 1,5% пожаров в жилом сетре. Но если взять общее количество пожаров, у нас 40% составляет от общего количества пожаров, это жилой сетра. То есть у нас на территории области произошло на сегодняшний день 1805 пожаров, и самих пожаров у нас снижение идет на 13,5%. Но, к сожалению, идет увеличение гибели на пожарах на 31%. У нас на сегодняшний день на пожарах, к сожалению, погибло 67 человек. И также имеются травмы. У нас 43 человека получили травмы от пожаров, и здесь увеличение идет на 27%, к сожалению. Юрий Александрович, расскажите, пожалуйста, о причинах, по которым возникают такие бытовые пожары в жилье. Это тоже человеческий фактор в первую очередь? В любом случае, восстановление пожара является человеческий фактор. Это зависит не только от действий человека в том плане, что неосторожное обращение с огнем, при курении, но также по действиям человека при эксплуатации электрооборудования, например, при эксплуатации печей и дымоходов в исправном состоянии. Если взять по статистике, у нас наибольшее количество пожаров по причинам происходит от нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, что составляет 40% от общего количества пожаров. 30% у нас это от неисправности и эксплуатации печей и дымоходов, нарушений идут. И 21% это идет от несторожного обращения с огнем. То есть самый большой риск по причинам является это электрооборудование. Дети также по-прежнему берут иногда спички в руки? Берут и в рамках профилактических мероприятий с детьми проводится очень много работы. Это в учебных заведениях, в детских садах, в школах, где рассказывается, что нельзя делать детям, чтобы не нарушить требования пожарной безопасности, какие последствия происходят от возникновения пожаров, какие действия необходимо выполнять при возникновении пожаров, то, что нельзя где-либо прятаться, а наоборот, надо бежать из дома куда подальше. И в первую очередь для детей доводится то, что если возникнет пожар, здесь могут и пострадать не только имущества, которые есть у них дома, и без дома остаться, но и могут пострадать и последствия быть по близким людям, которые могут и погибнуть на данном пожаре. Можно и без родителей остаться, можно без братьев или сестры остаться. Здесь, естественно, это все рассказывается ребенку, чтобы было понимание, какие могут быть последствия. Такая профилактика, наверное, эффективна. Эффективна. Давайте напомним нашим телезрителям на всякий пожарный о правилах и о действиях при возникновении возгорания. Что делать в первую очередь и что далее? В первую очередь, если появление в помещении дыма, такого-либо, вы подчетаете запах гари, здесь необходимо посмотреть, откуда это исходит и осуществлять эвакуацию из здания. Либо из помещения жилого. Тем самым позвоните в пожарную охрану по телефону со стационарного номера, по телефону 01, сотового телефона по 101, либо 112. И сообщить точный адрес объекта, что где происходит, там запах, может возгорание уже обнаружено, пламя. И если, то есть, всю подробную информацию довести до диспетчера пожарной охраны, либо и ДДС, единая диспетчерская служба, что создается, какая угроза. И оставить свой номер телефона и фамилию отчества, кто сообщал, чтобы была возможность при выезде пожарных подразделений сразу уже сообразить, какие риски создаются для тушения пожаров. И, естественно, здесь будет влиять на высылку сил и средств для тушения пожаров. Если маленький пожар, одно количество будет, если большой пожар, другое количество. И, естественно, и гражданин, который обнаружил пожар, который позвонил в пожарную охрану, сообщил о случаях, который принял меры по эвакуации с объекта. Это, если даже в жилом ситре, обязательно всех надо вывезти своих близких из помещения на улицу. И если небольшой очаг находится, если видно, где горит, небольшой площадью, естественно, принять меры для первоначального тушения пожаров. Потому что здесь можно и ликвидировать сгорание до прибытия пожарных подразделений. А каков алгоритм действий, если пожар возник в СНТ? На дачном участке или в садовом некоммерческом товариществе? Как здесь действовать? Нужно ли иметь, я не знаю, огнетушитель всегда под рукой? Ну, в СНТ, если на открытой территории, вне здания, естественно, здесь необходимо в первую очередь сообщить в пожарную охрану, также по телефонам 101 и 112 сотого телефона. Тем самым, принять меры для первоначального тушения пожаров. И, естественно, лучше всего на каждом земельном участке иметь бочку с водой и ведро. Для возможного тушения пожаров может быть песок, ящики с песком для отсыпки. Но любой пожар в СНТ происходит от действия человека. То есть, это является либо сжиганием мусора, разведением костров, либо приготовлением пищи. Тем самым, здесь необходимо обратить внимание на соблюдение требований пожарной безопасности гражданином. Это и расстояние не менее 50 метров от здания и сооружения, если костер разводится, когда не введен особый противопожарный режим на территории области. Естественно, при разведении костра вокруг него очищать от горючих материалов. Естественно, лучше всего подготовить яму по требованию пожарной безопасности не менее 0,3 метра глубиной и радуги самодинного метра. А если сделать еще и опашку вокруг, то есть вокруг места, где производится сжигание мусора, либо разведение костра, то здесь расстояние до дома может быть уменьшено. Но здесь необходимо в первую очередь обратить внимание на состояние погоды. Если жаркоустойчивая погода стоит, а еще хуже, если порывистый ветер, здесь возможно распространение пожара вне зависимости от соблюдения тех расстояний, которые вроде бы и помогают, но от сильного ветра это может распространиться. К сожалению, эфир уже подходит к концу. Я желаю вашей тревожной службе поменьше работы. Пусть остаток лета будет безопасным. Спасибо за беседу. На сегодня это все. Завтра гостем программы станет директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. До новых встреч.